В годы депортации Северный Казахстан приютил на своей хлебосольной земле многие народы. Стал вторым домом для тысяч поляков, немцев, украинцев, других народностей. Центр турецкой культуры действует при областной ассамблее народа Казахстана с 2007 года. Его представители сохранили традиции и обычаи, а еще чтут память предков трагическую историю народа, подвершиваяся сталинским репрессиям. Тему продолжит наш корреспондент. 15 ноября 1944 года началась бесчеловечная депортация мирного населения турок-месхетинцев из Южной Грузии. За несколько дней из 220 сел депортировали 125 тысяч человек. В это время 46 тысяч алахистских турок сражались на фронтах Второй мировой войны. Из них 26 тысяч погибли. Но, тем не менее, всех, вернувшись домой, в том числе и сотни награжденных орденами, медалями за мужество и отвагу, выслали в места депортации. Один из тех, кто пережил эти трагические события, Ахмад Бедишев. Сейчас ему 95 лет. А тогда, в 94-м, 15-летним подросткам вместе с мамой и братьями их погрузили в холодные вагоны для перевозки скота и отправили неизвестность. Нас собрали с 50 деревень Алхакетинского района. Дети и взрослые, в основном старики. Погрузили в машину и повезли. Со мной были мама и двое братьев. Довезли до вагонов. Холодно. Нет ни обогрева, ни воды. 14 ноября. Только маленькое окошко в стене. Ехали долго. По дороге некоторые умирали. Их выбрасывали прямо в степи. Отец Ахмад Бе так и не вернулся с фронта. Погиб. О его судьбе семья ничего не знает. Долгое время герой нашего сюжета трудился бригадиром в совхозе. Имеет ряд наград за безупречный труд. Обзавелся семьей, растил детей, воспитывал внуков. Словом, прожил счастливую жизнь. Одно только бередило сердце – память. Всю жизнь мечтал побывать в родных краях. Нас привезли в Узбекистан. Потом в 1989 году после ферганских событий переехали в Казахстан. Станция Чу. Вот уже более 10 лет живем в Петропавловске. Северный Казахстан нас принял хорошо. Внуки и правнуки здесь. Все работают. Это главное. Сегодня фамилия Бедишевых известны. В регионе правнуки Ахмадбеев Али Али. Бедишевы – успешные хирурги-травматологи. Проводят сложные операции в городской многопрофильной больнице. В семье Бедишевых многие выбрали медицинскую стезю. И, наверное, не случайно. Там, где боль, там необходима помощь. И обыкновенное человеческое милосердие. Этому их учили с самого детства. Елена Горбань, Дамир Искендиров, Служба новостей.